Всем привет, ребятки, меня зовут Пиксель, и сегодня, сегодня, сегодня со мной Гоша, который там... Гоша, хватит лазить в машине, мы ролик уже снимаем. Да, она только с толчка заводится, развалюха старая, ну понимаешь, да? Да это не важно, мы же всё равно на машине не поедем. В общем-то, ребятки, сегодня я с Гошей отправлюсь в самый настоящий майнкрафтерский поход. Вы тоже достаточно сильно этого ждали, ставили лайки, просили меня вконтакте, в одноклассниках, хотел сказать, в комментариях. Везде, в общем, ребят, меня просили, и сегодня это случится. Я уже подготовил весь необходимый нам инвентарь. Гоша, значит, слушай меня внимательно, понимаешь, что? Внимательно слушай. Вот, значит, смотри, я выдаю тебе вот такой вот ножик, я не знаю, там, если какие-нибудь грибы нужно будет тебе срезать или что-нибудь подрезать. Вот, твой спальный мешок, да, твоя палатка, твой запас воды, вот, возьми немножечко яблок, немножечко хлеба, вот, а в принципе, всё остальное пускай валяется у меня в рюкзаке. А как думаешь, в какую сторону отправимся? Вот туда я не особо хочу идти, потому что там как-то не очень красиво. Я хочу куда-нибудь, знаешь, так соединиться с природой. Быть может, пойдём вот туда, вот в ту сторону, вот как тебе, как тебе такая идея? Ну, да, давай, поэто, подкинем нож. Нож? Нет, Гоша, нож мы подкидывать точно не будем, потому что он может поранить. Ладно, побежали, побежали, Гоша. Ребята, вы, на самом деле, можете прямо сейчас поставить лайк, потому что мы проведём с вами эксперимент. Пожалуйста, поставьте этот лайк, потому что, знаете, это будет как пропуск в этот ролик, потому что ролики с Гошей всегда получаются очень интересными, ребята. Если вы хотите видеть их чаще, то обязательно ставьте лайк на этот ролик, ребятки. Вот прямо сейчас опустились, пока мы бежим. Поставили и смотрим, ребята, сделаем в этот раз именно так. Ладно, Гоша, значит, смотри, развернём свой лагерь немного подальше от деревни. Я, на самом деле, знаешь, хочу как бы отдалиться от неё по максимуму, хочу на пару дней прямо уйти, переночевать, отдохнуть, соединиться с природой, вдохнуть вкус каменного века какого-нибудь, не знаю. Значит, давай, поднимайся, только аккуратно, Гоша, ты знаешь, я знаю, как ты любишь падать. Вот, аккуратненько поднимайся, где-нибудь здесь быстренько с тобой расположимся, расположимся, неважно. Вот, срубим пару деревьев, приготовим покушать, прогуляемся и, в принципе, пойдём спать и ролик будем заканчивать. Ты, в принципе, когда-нибудь вообще в походы ходил до этого? Походы? Ну, слушай, я ходил, когда был в школе маленький, вот. Ну как, я-то походом бы не назвал, но там я открыл для себя грибы. То есть, я так понимаю, тебя просто привезли родители в лес, выбросили и сказали, вот тут теперь живёшь и уехали, да? Ну, вот так появилась деревня номер 43, да. Я тебя понял, я тебя понял. Ладно, побежали, слушай, смотри, как тебе вот это место, посмотри, какой-то вот такой вот источник импровизированный возле водички. Как тебе такая идея? Можно рыбку будет половить? Я как раз удочку взял. Смотри, вот тут прямо можно. Как тебе идея? Слушай, ну, достаточно симпатичное место. Давай только не на гравий, давай только не на гравий. Давай вот где-то вот с этой стороны, потому что от гравия я тоже уже подустал. Вот, значит, смотри, можешь начинать рубить вот это вот дерево, оно нам будет немного мешать. А я пока что буду раскидывать потихонечку привальчик. Так, значит, берем палатку, ребятки, берем с вами вот этот вот, как это называется, каремат или как-то так. Берем костер, берем вот эти вот палеты, на которых мы будем сидеть. Гоша там деревья рубит. Так, я кидаю свою палатку, так, отлично. Так, вот тут поправляем, устанавливаем сюда. Так, чего? Устанавливаем, говорю, так, отлично. Вот сюда ставим костерчик. Гоша, сам палатку натянешь или тебе помочь? Слушай, ну я не профессионал в этом. Ну ставь куда-нибудь вот сюда, вот, вот сюда вот, да, где-то дерево срубил. Вот ставь, чтобы ты где-то так, ну, рядышком с костром был, но и возле него, чтобы палатка не загорелась. Где-то хотя бы в одном блоке. Давай, ставь, ставь. И вот спальный, ну, конечно, немного кривовато, но как есть. Как есть, ладно, располагай уже там свой спальный мешок. Так, секунду. Не-не, без шифта, без шифта он туда так не устанавливается. Вот забрасываешь, отлично. И, ребятки, с вами устанавливаем вот эти вот сидушки, где мы будем, я не знаю, там, ой, почему оно криво так установилось. Ё-моё, ребята. Так, вот так, вот, 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 наверное, как-то вот так. Вот, всё, давай я это тоже поставлю, давай, чтобы ты не перепутал ничего. Так, отлично. Слушайте, ребят, отлично получается. Я, на самом деле, предполагал, что Гоша уже что-нибудь сотворит, спалит что-нибудь. А, неважно. Ладно, так, что у нас тут ещё есть? У нас есть вот такая вот лампа, давайте её поставим. Отойди, пожалуйста, вот куда-нибудь вот сюда, чтобы она нас равномерно освещала. Так, возьмём немного хлеба, сейчас перекусим. Огниво, на самом деле, не особо знаю для чего, но нам... И, слушай, Гоша, а ты рыбу умеешь ловить? Слушай, ну я как бы мастер в этом деле, понимаешь? Ну это прекрасно. Я в твоё время выловил рыбку Немо, знаешь, что-то... Я знаю. Так вот почему мультики перестали выходить. Верни рыбку, дрянь! Так, на, держи, только не лови больше рыбок Немо. Вот туси не можешь выловить, она мне всегда не нравилась. Так, значит, достаем отсюда ещё... Давайте я, конечно, немного попью. Гошка, тебе тоже рекомендую, только не мусори. Всё, скидывай мусор весь мне, я буду твоим личным мусорным ведром. Так, значит, смотри, рюкзак я оставлю у тебя, я пойду пока прогуляюсь, и ты тут рыбачий. Можешь куриц там забить, устроить с ними самый настоящий забиф, а я пойду прогуляюсь. Так, ребята, давайте тоже нарубим немного другого дерева. Я не знаю, может быть дом построить, знаете, так на отшибе сделать себе дачу. В принципе, почему бы и нет. Кстати, ребят, если вам понравится идея про дачу, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я не знаю, может быть ролик снятия, не знаю. Построил деревенскую дачу в Майнкрафте! Вот, поэтому, если вам понравится эта идея, то обязательно пишите про это в комментариях, чтобы, знаете, понял, что вам это интересно. Потому что, ребятки, каждый комментарий, вот буквально каждый, который вы пишете, я всегда их считаю, ребята. Вот там перед сном, там, или в свободную минутку, я всегда захожу в творческую студию. Пиксель, пиксель, пиксель! Чего? Что там уже случилось? Господи! Гоша, подожди, мне надо дерево дорубить, либо оно упадет и кого-нибудь заденет. Подожди, пожалуйста! Господи, ребята, на минуту его нельзя оставить, вообще не на секундочку. Я уже отошел, он там, я не знаю, выловил какой-нибудь башмак, и теперь будет этим хвастаться целый день. Так, все, пять дубовых бревен есть, можно возвращаться. Так, аккуратненько, аккуратненько, господи, я уже боюсь, что там что-то случилось. Вот такой вот небольшой паркурчик, ребята. Так, спускаемся. Так, так, курица, курица, все нормально. Что случилось? Пиксель. Ну-ка. Знаешь, кого я нашел? Кого ты нашел, господи, мы на Атщибе в самом лесу. Это Евкакия. Какого Евкакия, господи, давай сюда этого. Э-э-э, Евкакия отдай. В смысле? Дай Евкакия. Отдай Евкакия. Ну, на Евкакия. Так, все, мой Евкакия. В смысле, да зачем тебе? Это же Евкакия, в смысле, в смысле? Это он, мой Евкакия. Дай сюда, дай сюда, отдай сюда, игрушка. Отстань, я кусаться буду. Гоша, ты нормальный. Дай сюда игрушку, это чья-то. Ее надо вернуть, Гоша, она чья-то. Отстань. Господи, ты дикий, Гоша. Тебе действительно в лесу только и жить, Маугли. Построю тебе дом. Опа. Ебудешь тут жить с этими цыпочками. Так, ребята, нам нужно приготовить еду, поэтому давайте этим сейчас и займемся. Так, отлично. Давайте опыт забираем. Вот, отлично. Подождите, а, наверное, вот это тут нельзя жарить. Наверное, на этом костре или, или, или можно? Нет, ребята, почему-то нельзя. Ладно, Гоша, значит, смотри. Разбирайся с этим сам. Вот, я пойду еще дерево рубить на. Я его, знаешь, как-нибудь вот так вот дерево тут положу, которое я буду добывать, чтобы его с собой не таскать. Вот, храни вот так вот. В принципе, почему бы и нет. Так, ребята, все. Надеюсь, что теперь больше ничего не случится. И я могу отлучиться, чтобы добыть еще какое-нибудь дерево, не знаю, грибочков каких-нибудь подобывать, не знаю, чтобы супик какой-нибудь, знаете, сварганить. Плов какой-нибудь, не знаю, там, уху. Не важно, ребята, просто хочу прикольно провести время, ребята, потому что я действительно устал от этой деревенской жизни. То деревня, то город, ребята, действительно, знаете, так хочется в определенный момент просто выйти в поход. Вот, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, ходили ли вы в реальной жизни в походах, то есть, я не знаю, там, с родителями или с друзьями. Я вот, на самом деле, планирую в реальной жизни съездить в поход на велосипедах. Вот, не знаю, насколько, ребята, это получится. Ролики в любом случае будут выходить. Но вот факт того, что я очень сильно хочу попробовать съездить в поход, знаете, так, действительно, выжить, выживание, вот, проверить себя, вот, действительно, очень-очень хочется. Так, здесь, в принципе, ничего интересного. Вот тут есть сахарный тростник, и, знаете, я его, наверное, добуду, чтобы, не знаю, чаек какой-нибудь можно было сварганить или что-нибудь подобное. Вот, немного сахарного тростника я добыл, и, знаете, чтобы не заблудиться, тут какие-то пещеры какие-то... Нет, я не буду туда спускаться, ребята, и вам не советую спускаться во всякие незнакомые пещеры. Спускайтесь в те пещеры или шахты, которые именно роют рабочие в ваших деревнях, ребята, потому что, знаете, вот эта пещера может обвалиться, а ваша, собственно, пещера и шахта, если ее строили профессионалы, ребята, ой, промок немного, то она ни в коем случае не обвалится, потому что, знаете ли, ее каждую секунду там буквально укрепляют, чем-то там как-нибудь освещают, ребята. То есть вы там точно хотя бы не заблудитесь. Я уже практически подбежал к Гоше, вот тут еще красные цветочки. Знаете, мне кажется, что я немного заблудился, хотя бог его знает, ребята. Давайте подбираем еще вот эти вот яички, тоже можно будет какую-нибудь яичницу приготовить. Итак, ё-моё, ребята, мне кажется, я действительно заблудился. Это, на самом деле, не очень круто, потому что я не брал с собой вообще ничего, ни телефон, ребята, вообще ничего. Хотя, нет, ребята, вот, все, отлично. Я нашел Гошу, господи, я уже перепугался, потому что... Ладно, ребята, я-то выбраться смогу, а Гоша-то тут так и останется. Так, отлично, я прибегаю... Чего? Это... Это еще что такое? Гоша? Эй, Гоша, ты что ты там делаешь? А, 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 гифхаки и так иди сюда. Что происходит? Это что за пентхаус? Как тебе сказать? Ты же сказал, тут жить буду, тут с цепочками, но цепочек я люблю, и вот это я тут построил. Гош, да это метафора была. Зачем ты этот дом из земли здесь построил? Ты просто пруд загрязнил, Гоша, зачем ты это сделал? Блин, стоп, я ничего не загрязнял, я построил его из природных ресурсов, вот из этих, вот, вот, вот из этих. Прямо... Гоша, ты, ой, ты ничего не понимаешь, что это же, видишь, это, это подзол, это, я же прав, это же подзол. Ну это, да, это подзол, господи, ребята, если вы знаете, что это, тоже напишите, пожалуйста, в комментариях, и объясните Гошу, чтобы он зашел и почитал комментарии, что это вообще, блин, такое. Ой, Гоша, я, я в шоке с тебя, надо будет вызывать потом бригаду очистителей. Смотри, кстати, что я нам принес, чтобы нам тут было, знаешь, как бы приятнее находиться, я вот нам цветочков всяких тут принес, знаешь, давай вот сюда вот красненького немного разбавим, вот сюда поставим желтенький, а вот сюда поставим красненький. Значит, смотри, будем сейчас уже потихоньку ролик заканчивать, я вот еще принес яички, сейчас сможем пригодить... А грибочков, грибочков ты не принес? Не, я грибочков не принес, а зачем тебе грибочки? А жаль. А зачем тебе грибы, Гоша? Не важно. Не-не-не, ты рассказывай, мы же ролик снимаем, подписчикам будет интересно, будут меня потом в комментариях спрашивать... Я же говорил, грибной суп, все дела. Я так понимаю, для твоего прекрасного настроения. Ладно, ребята, давайте вот тут посадим немного тростника, вот, а это, Гоша, вот держи, это тебе. Вместо грибов сахар тоже повышает настроение. То есть это типа бамбук. Ну, это типа тростник. Ну, бамбук. Ну, почти, я, я, короче, Гоша, не понимаю тебя. Вот, ты пока, смотри, рюкзак мой у тебя, дай мне, пожалуйста, рюкзак, дай, пожалуйста, мой рюкзачок. Рюкзачок, держи. Так, вот, спасибочки, отлично. Значит, смотри, вот тебе немного сырой свинины, вот, приготовь, пожалуйста, пока стейки, а я пока что закончу ролик. Ребятки, вот такой вот интересный, знаете, такой смешнявый немного ролик получился, вот, опять же, с Гошей, ребята. Если вам нравятся ролики с Гошей, обязательно ставьте лайки, ребятки, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать вообще никакие ролики, ребята, а не только с Гошей. Обязательно, ребятки, следите за страничкой ВКонтакте, ссылка на которую есть в описании. Кстати, я там всем отвечаю на сообщения, поэтому, если у вас возник какой-то вопрос, вы всегда можете задать его в личных сообщениях, где я вам обязательно отвечу. На этом, ребятки, всё. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, ребятки, и пока.